доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро меня зовут ольга и сегодня хочу представить вашему вниманию таро прогноз на неделю 6 по 12 апреля включительно для знака зодиака весы уважаемые весы напоминаю что гадание имеет общий характер она подходит и мужчинам и женщинам и для тех кто в паре и для тех кто одинок надеюсь что каждый из вас досмотрев это видео до конца найдет для себя важные советы и подсказки но помните о том что гадание общая она не является вашим персональным по этому раскладу мы посмотрим общие характеристики событий этой недели что же вас ждет но если вы видите что информация с вами не резонирует вообще возможно на этой неделе расклад вам не подходит итак друзья приступаем сейчас по традиции вы можете загадать картам один вопрос желания думаю о своем вопросе обязательно установите временной срок для того чтобы вы понимали какой период времени для вас ваше желание проиграется или нет так карта которая останется на дне колоды после выкладки основных карт всего вашего расклада и будет являться ответом на ваш вопрос да или нет и так колода готова и мы приступаем кому нужно больше времени чтобы загадать свое желание ставьте на паузу уважаемые весы все карты вашего расклада перед вами приступаем к сожалению то что я вижу не совсем такая лицеприятная картина но мне придется озвучивать то что я вижу первая карта которая выпала для вас это старший аркан смерти конечно эта карта ни в коем случае не говорит о смерти на физическом уровне но эта карта может говорить о каких-то потерях о том что у вас идет какая-то болезненная ломка происходящих событий болезненное осознание происходящего многие стоят перед каким-то выбором отказа от чего-то из прошлого по этой карте вот в своем сознании вы как будто бы что-то не можете принять вы не можете согласиться с тем что видите и что имеете но вам приходится принимать то есть это сложная трансформация но вынуждена в вашей жизни конечно если говорить о вашем настроении она у вас по карте смерти на нуле негативные мысли которые посещают вашу голову могут уводить вас также в состоянии паники почему потому что следующий идет также карта старшего аркана башни карта старшего аркана башни показывает события этой недели в общем по башне это все то что может быть связано с госдомами с госструктурой с вашей работой с официальными бумагами и договорами здесь тоже идет какое-то разрушение и остановка это форс-мажор это то что для вас неожиданно это то что вы пока поменять не можете и это то что от вас не зависит из-за этой ситуации у вас уходит почва из-под ног да то есть нет стабильности нет уверенности но для кого-то эти карты могут также показывать болезнь обострение может быть каких-то патологических хронических заболеваний поэтому в периоде этой недели особое внимание в отношении своего здоровья и также здоровье своих близких почему потому что первая карта показывает и ваш энергетический запас по этой карте он на нуле и следом идет карта башни чтобы для вас это не было неожиданностью лучше постарайтесь себя защитить от этого для того чтобы эти карты для вас проигрались максимально безболезненно предупрежден значит вооружен значит вы уже знаете как вам нужно действовать в общем то сама по себе башня может говорить о потере стабильности давайте посмотрим что происходит у наших семейных пар ваших личных отношениях в семьях на ваше чувство выпала принцесса же главное чувство вашего партнера мы видим карту старшего аркана силы ваших отношениях доминирует ваш партнер или партнерша но вы тоже на равных конкурируете со своим партнером в отношениях вам тоже есть что сказать и ваше слово не последняя конечно в доме очень много хлопот суеты есть какие-то трудности и проблемы но то что касается дома вот все таки вы друг друга будете поддерживать вы своего партнера или партнершу а он или она вас а я вижу что вы в этот период как-то ближе друг другу сплочение хотя между вами могут быть какие-то перепалки громкие разговоры споры но здесь есть большая привязанность в отношении друг друга и в том числе здесь есть сексуальный огонь что немаловажно многих из вас могут связывать детки у кого есть девочки вот здесь больше мысли о дочери даже если у вас есть еще сын ну вот больше мысли о дочери даже у тех у кого нет детей вообще эти карты просто говорят о каких-то хлопотах из-за которых у вас напряжение несмотря на то что вы не всегда хотите друг другу уступать в паре все-таки отношения будут развиваться давайте посмотрим что происходит у тех кто одинок для тех кто в свободном поиске по этим трем карта мы посмотрим вашу жизнь в общем и также вашу личную жизнь мы видим двоечку мечей старший аркан колесница и старший аркан луны две карты которые говорят об ограничениях этот карта двоечки мечей и карта луны карта луны прежде всего говорит о неясностях тоже о какой-то нестабильности возможно вы поддаетесь общему психозу и панике также как другие люди почему потому что рядом карта колесница это те новости которые быстро разносятся и вы с кем-то на одной волне для одиноких здесь тоже состояние подавленности и неопределенности вам приходится просто пока приспосабливаться просто пока пускать какую-то ситуацию на самотек почему потому что она выше ваших сил выше ваших желаний большая внутренняя боль и много противоречий нервов неспокойствие в душе вам хочется какого-то уединения и покоя чтоб вас вообще никто не трогал хочется просто посидеть и собраться со своими мыслями кто-то может все-таки планирует какие-то дороги или поездки но я вижу что с двух сторон вот эта карта блокирована то есть вы пытаетесь что-то делать своей жизни вы пытаетесь продолжать быть социально активны но чем больше вы общаетесь тем больше вы расстраиваетесь разрешить пока какие-то для вас очень важные вопросы может быть связаны с дорогами либо с какими-то документами либо чем-то еще пока невозможно карта колесницы призывает вас к тому чтобы вы имели свое мнение не жили чужими мозгами почему потому что карта луны это мощный информационный поток в который нас у кто-то вводит сознательно по этой карте идет ложь обман сознательная манипуляция и здесь мы видим как раз массовую манипуляцию которой вы поддаетесь для многих конечно же актуальные проблемы вашей собственной семьи рода и дома может быть ваших родителей может быть ваших деток у кого есть детки что-то здесь и в доме тоже не так если говорить о личной жизни тоже пока не получается ваше сердечко закрыто есть обиды прошлого какие-то старые раны даже для тех кто на сегодняшний день встречается и у вас есть партнер или партнерша карты говорят о том что в общем-то желание встреч есть по крайней мере со стороны одного из партнеров если меня смотрит женщина то мужчина хочет этих встреч вы как раз больше уходите в себя и не понимаете что вам делать но здесь идет также вами манипуляция здесь могут быть измены в парах может быть кто-то третий на вас может оказываться психологическое давление на интуитивном уровне все это вы можете понимать даже если смотрят меня мужчины может быть после какого-то болезненного разрыва вы пытались либо с кем-то возобновить отношения либо начать новый но здесь опять снова неудачи снова что-то не получается если у вас на сегодняшний день есть человек то по этим картам это тот человек который вам не нужен с этим человеком вы будете только страдать вы будете идти в никуда вам точно нужно эти отношения либо разорвать и либо остановить пока вы не нарубили дров чем дальше в лес тем больше дров давайте посмотрим что падает на вашу рабочую деловую сферу снова карта ограничений восьмерочка мечей говорит о том что вы связаны по рукам и ногам для многих из вас это потеря работы остановка в работе неопределенность неизвестность хочется что-то поменять очень хочется но пока вы не можете обстоятельства выше вас и выше меня конечно не может быть и речи для поиска новой работы вот именно для вас хотя для других знаков даже в этот период выпадали благоприятные карты которые говорили что у кого-то есть работа что у кого-то есть возможность даже и сейчас устроиться на работу помните о том друзья что чтобы не происходило в нашей жизни не стоит поддаваться панике не поддавайтесь вот этому всеобщему психозу по любому жизнь продолжается и нам нужно жить и принимать то что есть даже какие-то сложные ситуации для чего-то нам даны для какого-то переосознания для какой-то переоценки ценностей для пересмотра своих жизненных позиций ничего в этой жизни не происходит просто так давайте посмотрим что происходит с вашими деньгами и финансами и здесь мы видим двоечку жезлов это карта выбора вы в неопределенности почему потому что финансов катастрофически не хватает у вас по этой карте могут быть долги кредиты даже если у вас нет долгов в любом случае с финансами есть проблема вы сейчас думаете то где найти деньги где взять у кого попросить кто бы помог может быть вы надеетесь на кого-то из-за границы что вам кто-то на карточку перешлет какие-то деньги может быть у вас там есть родственники либо кто-то куда-то уезжал ранее на заработки такое возможно возможно вы ждете каких-то новостей вот по поводу работы денег из-за границы для вас это важно для каждого эта карта проиграется по-своему для кого-то это просто двойственность из-за денег вот вы рассматриваете несколько вариантов как вам лучше поступить вы очень много делали раньше для того чтобы в вашей жизни происходило что-то хорошее чтобы вы двигались вперед вот вы показаны как человек действительно ресурсный деловой который умеет общаться но пока как видите из-за вот этой общей ситуации у многих жизненные процессы приостановлены и перед вами снова дилемма но эта карта также говорит о том что есть какие-то скрытые факторы положительные вот вы может быть неожиданно по этой карте все-таки для себя найдете то что ищите если будете искать это касается абсолютно всех и те кто работает и те кто не работает вопрос денег вы можете разрешить но здесь ожидания напряженная приходится ждать и нужно думать как лучше поступить что происходит во внешнем мире на внешний мир для вас выпала замечательная карта карта императрицы эта карта хороша и для мужчин и для женщин почему потому что она говорит о том что если кто-то ищет деньги вы действительно в затруднительной ситуации вам может помочь из внешнего мира какая-то дама и для женщин и для мужчин эта карта может проиграться таким образом то есть вы должны для себя понимать где искать помощь у женского лица может быть это ваша мать бабушка тетя подруга кто угодно женщина важно но которая к вам настроена положительно и эта женщина готова будет вам помочь если меня смотрят женщины весы вот эта карта говорит о том что все-таки во многом вы очень сильная женщина вы страстная натура вы очень умный человек вы всесторонне развитый вы трезвым умом можете посмотреть на все это со стороны вот мужчины как-то больше начинают депрессировать вот ваш же знак весы они больше уходят в себя у женщин больше духа и характера вот в той ситуации которая сложилась и я вижу что вы благодаря этому выигрыши может быть благодаря своей какой-то активности настойчивости даже в этот нелегкий период вы продолжаете решать для себя какие-то важные дела и вопросы может быть вы просто учитесь и чему-то пытаетесь развиваться либо чему-то может быть учите других но к вам по этой карте может быть кто-то еще приходит за помощью советом поддержкой еще кого-то вы утешаете подбадриваете и сами говорить о том чтобы кто-то не падал духом люди верят вам также если вам самим что-то понадобится во внешнем мире вы тоже для себя решите эту проблему положительно если будете искать найдете то что вам нужно то что вы ищете а каждый ищет что-то свое для себя важное свой вопрос и сможете решить благодаря своей активности оставайтесь на позитиве чтобы в вашей жизни не происходило давайте посмотрим что ждет тех кто в треугольниках и четырехугольниках личные отношения хотя я думаю сейчас они мало кого волнуют но тем не менее есть и такие жизненные ситуации для вас выпали карты семерочки чаш троечки жезлов и шестерочки пентакли в отношении вашей семьи основной если вы замужем или если вы женаты у вас очень много иллюзий вам хочется чего-то нового возможно именно поэтому вашу жизнь вошел кто-то третий и мы видим троечку жезлов тройственный союз вы с кем-то конкурируете или кто-то с вами в любом случае желание развивать эти отношения может быть вы с кем-то общаетесь пока на расстоянии посредством интернета вы ждете каких-то новостей издалека у вас и ранее была с этим человеком переписка и она будет продолжаться я вижу обоюдное желание встречи вижу обоюдное желание увидеться и даже есть желание помочь друг другу материально если меня смотрят женщины вы можете рассчитывать на материальную помощь того мужчины с которым вы общаетесь если меня смотрят мужчины то то же самое та дама с которой вы общаетесь готова ради вас на многое в общем вы оба готовы в эти отношения вкладываться и развивать вы готовы ждать вы будете верить и надеяться и ваши встречи в будущем возможны для вас возможно объединение ваш союз для вас был бы благоприятный но все-таки возьмем дополнительные карты для женщин и для мужчин как будут развиваться ваши отношения вот в ближайшее время карта для женщин и карта для мужчин для женщин выпала карта королевы чаш это карта говорит о том что в ваших отношениях много зависит от вас ваш мужчина вами восхищается вы для него та самая единственная и неповторимая женственная и сексуальная и поверьте что этот мужчина не ищет другую женщину он хочет быть именно с вами от вас очень много зависит как вы захотите так и будет если вы захотите развивать эти отношения они будут развиваться для мужчин выпала карта совета разбитого сердца она говорит о том что скорее всего для мужчин эти отношения закончатся ничем либо какой-то болью либо каким-то разочарованием может быть выяснением отношений вот видите впоследствии вы уходите в себя карта отшельника говорит о том что вы можете для себя узнать какую-то информацию которая будет для вас неприятным карта разбитого сердца может говорить о изменах они верности тем более если вы на расстоянии но вот то что касается женщин для вас выпали прекрасной карты я не вижу чтобы ваш мужчина помышлял о том чтобы вам изменить он хочет быть именно с вами что ждет вас в завершении этого периода и здесь мы видим пятерочку чаш снова карта огорчение к сожалению друзья приходится трактовать то что видим но о чем говорит эта карта в позитиве в позитиве она говорит о том что вы не видите своих ресурсов которые у вас еще есть даже в этой ситуации многие что-то могут менять даже из этой ситуации для себя вы можете извлекать какую-то пользу и выгоду какой-то прок но вы больше убиваетесь по тем потерям которые видите по тому негативу который имеется в жизни вот нет желания ни с кем общаться вы уходите в себя также эта карта может говорить о каких-то обидах в доме в семье с роднёй либо с каким с кем-то из друзей у вас непонимания либо с близким человеком это могут быть и обиды прошлого и ссоры в настоящем в завершении этого периода напряжение эмоциональное напряжение ваше чувство как бы заморожены в вашей душе зима не хочется общения но по вот этим двум чашам которые за вашей спиной вы многое можете поменять стоит вам только немножечко посмотреть на ситуацию под другим углом поискать подумать в таких упаднических настроениях конечно никогда не видишь выхода вы все воспринимаете душой сердцем вы все пропускайте через себя не пропускайте все через свое сердечко посмотрите на ситуацию холодным взглядом со стороны может быть это вам поможет найти вам какой-то выход давайте посмотрим карту совета для вас на эту неделю и эта карта также говорит о событиях ближайшего будущего к сожалению здесь также выпала пятерочка пентакли и она говорит о том что основные вопросы с которыми вы будете сталкиваться ближайший месяц это все-таки недостаток денег и финансов поэтому эта карта говорит о том что если вы имеете какие-то деньги постарайтесь их не тратить относитесь к ним разумно и бережно по-прежнему остаются актуальные вопросы работы где заработать как заработать до конца месяца вот с работой может быть еще глуховато также и с деньгами поэтому запаситесь терпением для кого-то эта карта может проиграться то что есть кто-то рядом болеющий или человек нуждающийся в помощи может быть это кто-то из ваших и либо стариков либо родители вот здесь тоже кому-то вам самим тяжело но еще кому-то нужна поддержка которую должны оказать именно вы давайте посмотрим ответ на ваш вопрос да или нет и здесь для вас выпала положительная карта принца пентаклей эта карта говорит о том что желаемое да вы получите но для того чтобы вот эта ситуация вызрела нужно время по пентаклем это всегда какой-то возможно тот срок который вы загадали в отношении вашего вопроса немножечко даже затянется но желаемое вы конечно же получите для тех кто задавал вопросы связанные с деньгами с работой что-то для себя вы сможете разрешить но нужно повторюсь запастись терпением вам еще предстоят какие-то хлопоты переговоры телефонные звонки встречи по этому поводу по тому вопросу который вы задавали может быть в отношении того вопроса который вы задали у вас идет недостаток денег и вам нужно подкопить деньги для того чтобы они у вас были на реализацию задуманного смотря что вы задавали если вопрос касался какой-то покупки стоит ли покупать карты говорят о том что вам может не хватать денег нужно еще отложить если вы задавали вопрос связаны с работой это какие-то предложения небольших денег но все-таки возможность заработком может быть у кого-то если вы задавали вопросы связанные с детьми с их обучением то здесь тоже все нормально что-то будет налаживаться не волнуйтесь давайте возьмем также три карты скрытых факторов того чего не видно на поверхности но то о чем вам нужно знать сейчас это как общая информация для всех сейчас посмотрим друзья что для вас выпадет карты говорят о том что вам нужно проявлять больше уверенности многих из вас сковывают ваши страхи ваши сомнения из этого вы не можете двигаться вперед еще три карты если говорить о женщинах многие из вас будут стоять перед каким-то выбором но вам нужно будет отказаться от чего-то старого вот что-то уходит и у вас появится выбор каких-то новых вариантов у каждого это будет какая-то своя ситуация с одной стороны вы будете как бы зависеть от каких-то людей но вам придется принимать чьи-то условия также карты говорят о том что постарайтесь свои планы меньше посещать других посторонних людей держите язык за зубами да то есть меньше рассказывайте о своем доме о своей семье о своей личной жизни у вас много недоброжелателей и многим из вас здесь не мешало бы усилить собственную защиту потому что вот эта карта предполагает какие-то амулеты обереги даже если на если на вас есть защита и и не мешало бы усилить рано или поздно ключи от какой-то важной жизненной проблемы вы все-таки найдете но впереди вас еще ждет какой-то непростой путь отказа от чего-то одного во имя чего-то нового вот такая докладочка уважаемые весы вот таким был для вас расклад на эту неделю всем счастья всем здоровья берегите себя и своих близких мне искренне хотелось бы чтобы для вас выпали более позитивные карты будем надеяться что в следующих раскладах мы увидим более позитивную картину в любом случае думая о хорошем и создавая положительные мысли формы в своей голове мы автоматически притягиваем к себе хорошая если человек постоянно думает о негативе негатив его жизни и будет оставаться ничего не будет меняться почему потому что вы своими мыслями сами будете блокировать доступ к своему счастью да есть внешние факторы есть обстоятельства но что-то все-таки вы можете менять самостоятельно и об этом говорила пятерочка чаш что как бы не было плохо как бы не было тяжело у вас есть еще какие-то дополнительные ресурсы и возможности возможно которых пока вы просто еще не увидели не разглядели из-за того что вы вот постоянно находитесь в подавленном состоянии друзья подписывайтесь на мой канал кто еще не успел подписаться нажимайте пальчиком на колокольчик для того чтобы не пропустить следующее видео ставьте лайки не скупитесь и я вас жду всех в следующем видео